Продолжение следует... Во-первых, поговорим о том, что такое свип. Свип — это скоростная техника, которая играет с медиатором ударами либо вниз, либо вверх. Просто мы проводим по струнам либо вниз, либо вверх. Значит, как это сыграть? Ну, для начала, если вы новичок, то вам необходимо поиграть попроще, по саже. Например, такие как, скажем... Вообще, я рекомендую начинать не с трёхструнного свипа, а с пятиструнного свипа, потому что он немножко проще. И гораздо легче осваивать свип именно вот с таких пассажев. У меня на канале где-то есть этот урок свип. Либо у меня на сайте nnsokalov.ru в разделе видео, уроки... А, просто в разделе «Уроки». Там можно найти уроки по свипу. И начальный как раз... То есть, в принципе, подойдёт. Итак, для того, чтобы сыграть данный пассаж, вам необходимо знать гармонию, по которой он будет играться. Но в тональности си минор мы с вами используем... Аккорды обычные. Значит, начнём. Начинается всё с удара вниз на первой струне. Обращаю ваше внимание, с удара вниз, не с удара вверх. Делаем пул, переходим дальше, играем ударами вверх всё остальное. И до пятой струны мы с вами спускаемся ударами вверх. Вот мы спустились. Лады не буду говорить, потому что к уроку прилагается табулатура. В ней можете посмотреть сами, что и как. А поговорим именно про нюансы, которые здесь, в этом пассаже, нужно сделать, чтобы он звучал у вас чисто. То есть, когда вы переходите на вторую струну... Давайте разберём первый пассаж. Остальные пассажи вы посмотрите в табулатуре. У нас получается 14-10. Делаем пул. Затем сразу же мы переходим с вами на 12-й лад. И вот 12-й лад вам надо поставить так, чтобы у вас не звучала первая струна. Вот этого, чтобы не было. Чтобы было. Как это сделать? В момент, когда вы приходите на вторую струну, первый палец у вас уже поднимается. А фаланга второго пальца у вас держит вторую струну, прикасается к ней. И поэтому она заглушает первую струну. И звука нет. Оп, заглушили. Дальше у вас первый палец идёт на третью струну 11-го лада. Тем самым глушит вторую струну. Оп, и заглушили. Если этого не делать, получится вот что. Будет звучать интервал кварта. А так мы её поймали. Опять-таки же, с ударом вверх. Затем далее идём на четвёртую струну 12-й лад вторым пальцем. То же самое второй палец у нас с вами держит третью струну. Он к ней прикасается. Вот. Теперь пришли мизинцем на 14-й лад. Точно так же мизинчик у нас прикасается к четвёртой струне. То есть он притрагивается к ней, чтобы четвёртая струна у вас не давала никакого звука. А дальше мы с вами прыгаем на 9-й лад на 5-й струне. И, соответственно, дальше снова по тем же самым ноткам, по которым вы пришли вниз, мы с вами приходим наверх. Но здесь уже мы с вами... Смотрите, что делаем. Вот мы сыграли удары вверх. Теперь сюда я в 9-й лад играю удар вниз и делаю хаммер. Сделал хаммер. Дальше все удары вниз у меня идут. Вот. Но обращаю ваше внимание на то, когда вы играете пятую струну, очень часто новички делают вот так. А потом снова догоняют свою руку. Вот. Очень важно. Причём, когда на уроках ко мне приходят, и мы начинаем играть слип, это как в скайпе, как и здесь, в студии, то получается слип очень интересно новички играют. То есть как будто бы прыгают от струны. То есть обращаю ваше внимание, даже если вы не новичок, считаете себя не новичком, снимите видео того, как вы играете крупным планом правую руку, и посмотрите, как она у вас ходит. То есть она должна у вас плавненько ходить. То есть никаких вот таких вот движений не должно быть. То есть рука не должна прыгать от струны. Итак, вы сыграли. Вот. Здесь есть в классической гитаре такой приём апояндо, когда мы играем с опорой пальцем на следующую струну. Здесь то же самое. По сути дела мы и медиатором играем с вами пятую струну, а сами в этот момент уже опираемся на четвёртую струну. Медиатор не в воздухе висит, а он у нас... Оп! Всё. И медиатор уже приходит на четвёртую струну. Итак, пробуем. Смотрите. Мы сыграли. В этот же момент у вас палмьютинг. Правая ладонь у вас прикасается к пятой струне, потому что мы с вами переходим уже на четвёртую струну. Для того, чтобы пятая струна у вас не дала никаких шорохов и грязи, мы приходим к приёму палмьютинга. Оп! И уже у нас звуки немножко приглушённые звучат. Вот. Таким образом мы с вами приходим на первую струну, на четырнадцатый лад. А также заново играем первую струну ударом вверх. Затем делаем пул. И ещё удар вверх на двенадцатый лад. Всё, фраза закончилась. Итого у нас получается. Следующую фразочку мы играем с вами. Это обычный уменьшенный аккорд. Можно её интерпретировать по-разному. То есть можно, в принципе, говорить, а не по басу, что это до диез, потому что самый нижний звук в этом пассаже – это до диез. Затем дальше мы с вами играем си-бемоль уменьшенный. Опять-таки же обращаю ваше внимание на то, какие удары в правой руке. Это очень важно, потому что даже если вы играете всё вверх, вам кажется, посмотрите внимательно, что первый звук мы играем с вами, ещё раз повторю, вниз, потом делаем пул, затем далее играем вверх-вверх, затем пул, потом вверх-вверх. Всё. Вот здесь уже как раз мы с вами последнюю крайнюю ноту, басовую, играем ударом вверх. Затем мы с вами делаем разворот. То есть вот мы сыграли, затем далее переходим на другие струны. И к первой струне приходим заново ударом вверх. Ещё один маленький нюанс, на который следует вам обратить внимание – это пальцы, которые играют данный паттерн. Здесь мы с вами играем всё в позиции. Сыграли. Затем дальше мы играем не третьим пальцем, и мизинцем, а именно вторым пальцем. И вообще, в принципе, я сторонник того, чтобы когда мы играем пассажи, которые у нас, расстояние между которыми равное, вот здесь, например, один лад, и здесь один лад, то именно центральную нотку играть вторым пальцем. Хотя это только моё чисто субъективное мнение. То есть, в принципе, можно играть это и мизинцем, так же, безымянным пальцем. Но такой лёгкости уже нет. Итак, мы с вами сыграли. Затем далее переходим снова в си минор. Пришли. Затем далее мы с вами играем соль мажор. Снова уменьшенный си бемоль. Фа диез мажор. Затем заново играем си бемоль уменьшенный. И вот дальше мы с вами играем си минор. А потом у нас с вами получается аккорд фа диез мажор, но именно в этой аппликатурной форме. Вот он у нас. То есть здесь особенность его игры это барре вторым пальцем три струны. Это достаточно тяжело, потому что у вас, скорее всего, будет звучать вот так. Если вы будете проигрывать это медленным, в медленном темпе, то так и будет звучать. Вот это. Как этого избежать? Вот. Вы должны поставить второй палец так, чтобы он у вас мог перекатываться со струны на струну. Видите? То есть нет такого, что... И вот этот вот ринг по шоу. Если даже у вас и будет ринг, то он должен быть максимум на двух струнах. Вот. Максимум. Потом вы пальц приподнимаете, и у вас уже звучит следующая струна. И еще открою маленький секрет. Когда вы играете это в быстром темпе, то ринг не успевает зазвучать. Вы... То есть вы сразу же пальцы снимаете. Итак, у нас получился небольшой такой свиповый пассаж. Спасибо за просмотр этого урока. Надеюсь, что он пойдет вам на пользу, и вы вынесете хороший результат, играя этот свип. Также для тех ребят, которые интересуются обучением, я приглашаю вас заниматься на уроке в скайпе у меня. Стучитесь, добавляйтесь в скайпе, консультируйтесь и занимайтесь. Пока.